Закончил я Львовский политехнический университет. Давай поговорим о том, как вам преподавали. На третьем курсе я уже хотел бросать университет. А какие ресурсы ты использовал для того, чтобы изучать JavaScript, например? Расскажи о своих проектах по программированию JavaScript, которые были до переезда в Америку. Я даже раз не прочитал реально хорошо email и пошел на Wall Street на вакансию бухгалтера. Чем этот стартап должен заниматься, чтобы тебе было интересно там работать? Я думаю области. Что угодно, кроме финансов. Финансовая сторона мне уже... Ты чуть не стал бухгалтером, а так что. Нью-Йорк и Долина. Долина, однозначно. Всем привет! Добро пожаловать на канал ProBlog.TV и в Кремниевую долину. Мы сейчас находимся в Стэнфорде, в самом центре Кремниевой долины. Рядом со мной Святослав. И он работает в Тесле. Предлагаю начать с самого начала, с твоего образования. Или, может быть, ты пришел в программирование еще до того, как получил образование? Расскажи. Ну, пришел я в программирование вообще, наверное, в лет 16, еще в 11 классе. У меня отчим, он веб-дизайнер. И, в принципе, я не знаю. Я в первый раз, когда попробовал какой-то такой... Делать совсем очень простенький веб-сайт. Мне очень понравилось. Ну, и тогда я решил, в принципе, что я хочу двигаться в этом направлении. Закончил я Львовский политехнический университет. Это факультет компьютерных наук. То есть у меня мастер дегри. И это был 2014 год. Уже 5 лет. Ну, а давай поговорим о том, как вам преподавали вот эти инженерные профессии. Насколько ты потом их вообще применял? Насколько это образование тебе что-то дало для твоей профессии? Ну, наверное, то, что мне дал институт, это учиться самому дома. Вот это то, что меня научили. Что касается предметов, это все очень уже была у нас устарелая программа. Даже языки программирования, я не знаю, там Pascal, который уже давно совсем не используется. А потом учили C++ и, в принципе, отбили у меня желание на тот момент учить программирование. И даже на третьем курсе я уже хотел бросать университет. Даже так? Да. Ну, а как ты потом приобрел желание продолжать все-таки программировать, изучать что-то? У нас начали приходить с разных компаний представители, рассказывать о проектах, я не знаю, как бы какая-то реклама уже компаний, соответственно. И мне, в принципе, очень заинтересовало. Я начал изучать это более детально и увидел, что, в принципе, есть не только там C++. Я могу выбрать что угодно, что мне больше по душе. И тогда я, в принципе, начал присматриваться уже к JavaScript, потому что люблю видеть результат сразу на лицо. Да. А какие ресурсы ты использовал для того, чтобы изучать JavaScript, например? Ты же его изучал самостоятельно, правильно? Да. Ну, это были первые попытки. Сначала я... Тогда у меня уровень английского был, в принципе, низкий. Он мне не разрешал читать и, в принципе, понимать, воспринимать всю информацию свободно. Поэтому я старался русскоязычные какие-то искать ресурсы. Но это было сложно и долго, скажем. Если бы я сейчас с этими знаниями, что у меня на данный момент есть, это бы было все намного быстрее и проще. Ну, поделись теми знаниями, которые у тебя сейчас есть. Ну, вот какие бы ты ресурсы посоветовал для изучения JavaScript? Ну, я, наверное, бы сразу брал subscription на такие ресурсы, как Udacity, Udemy, PuralSite. Оно кажется, что оно дорого. Ну, наверное, если, я не знаю, там в гривны, в рубли конвертировать, может, оно и дороже выходит. Но оно того стоит, потому что там тебе реально подают информацию, во-первых, очень структурированная и очень доступная для понимания. А что делать, если вот как у тебя проблема с английским языком? Вот как, например, ты его дотягивал до уровня, до того уровня, чтобы хотя бы обучаться на английском? По-моему, после третьего курса сразу я поехал по work and travel в Америку. Это один, по-моему, самых таких, мне кажется, действующих средств, чтобы просто реально уже изучить хорошо английский язык. То есть ты на практике его изучал, разговаривал. Хорошо, ну смотри, вот ты, значит, сейчас работаешь на JavaScript, да? Ты начал работать сразу после университета, ты начал работать на JavaScript. Расскажи о своих проектах по программированию на JavaScript, которые были до переезда в Америку. Разделим. Да, я работал на аутсорс-компаниях, в принципе. Мы все, в принципе, проекты были на американский рынок. Проекты были разные. Таких, в принципе, что я работал более года, это, наверное, все, что healthcare. Были интересные проекты. Потом онлайн-магазин для канадского ритейлера, электроники. И, ну, такие были очень, в принципе, короткие, там, по 2-3 месяца. Ну, можешь какой-то выделить один, который тебе наиболее запомнился и больше всего тебе дал практических знаний? Может быть, ты о нем подробнее расскажешь? Да, опять-таки, это был healthcare project. Делали мы document management system. По-моему, это для Tennessee был заказчик. То есть, они все свои госпитали переводили на уже электронный формат. И мы делали им базу document management system, чтобы работать уже с информацией пациента. Там можно было и сканировать, и редактировать эти все документы. А почему мне дало это более всего опыта? На тот момент я был джуниором, я только, наверное, начал работать 4 или 5 месяцев в IT. И у нас senior developer ушел из компании. А пока ему искали замену, я был ответственный за всю работу. И деваться было некуда. Проводил очень много времени на работе. Но это был очень хороший урок. И, в принципе, в плане опыта. А сколько у тебя рабочий стаж, скажем так, в Украине? Когда ты, ну, вот до того, как ты переехал. И закончил университет и переехал. Сколько лет ты проработал? Два с половиной года. Два с половиной года. Давай тогда поговорим о том, как ты переехал в США. Ты выиграл грин карту, правильно? Да, да. Ну, там вообще ситуация смешная была. Я тогда уже хотел работать в Европе. И я искал другие вакансии. В принципе, я тогда ориентировался на Польшу. И я уже получил оффер. Но я их тогда предупредил просто, что я сейчас параллельно хочу грин карту делать. Потому что есть такая возможность. Ну, и все, в принципе. Когда у меня прошло хорошо собеседование, я не очень долго думал. Я извинился, объяснил так и так. Так сложилась ситуация. И я улетаю в Америку. А ты искал, получается... Вот ты получил грин карту, да? Да. И ты искал удаленно работу из Украины? Нет. У меня дядя живет в Нью-Йорке. И я сразу переехал к нему. Ну, и проблема... Я не знал, с чего вообще начать. Я создал резюмейл, отредактировал его. Начал отсылать, я не знаю, наверное, 50 имейлов. А потом чисто случайно меня на Линкедине добавил рекрутер. И, в принципе, с этого все и началось. И так я и начал работать. Ты, думаю, знаешь, Мессис и Блуминдейлс. Да, да. Это огромные сети, магазины, куда я часто тоже захожу. И тебе рекрутер предложил вот такую вакансию, да? Ну, давай поговорим о том, что... Вот ты сказал, ты отправлял резюме. Во-первых, насколько тебе было легко составить резюме по местному образцу? Было сложно. Я всегда очень хотел быть креативным, как-то подойти с интересной стороны. А потом мне уже объяснили, здесь не любят никаких графических фич. Все должно быть просто в текстовом формате, структура и хорошо расписанные проекты. Я полностью изменил свое резюме и где-то по 10 штук в день пробовал отсылать. Конверсия какая-то была или ты... Ее был ноль. Вот когда ты отправил 50 резюме, кто-нибудь тебе обратно позвонил, кроме того, который на Линкедине? Да, да. Ну, и была куча спама. Я даже раз не прочитал реально хорошо имейл и пошел на Уолл-стрит на вакансию бухгалтера. Ну, было интересно. Где-то минут 15 я сидел, ожидал. Читал, мне дали заполнять какой-то аппликейшн, но я после 15 минут уже понял, что я, по-моему, не туда попал. Ну, ничего, я извинился и сказал, до свидания. Интересно, смешная история. Но вот, значит, тебе написал этот ключевой рекрутер, который как бы открыл тебе вот этот мир американского трудоустройства. Как проходило ваше общение, ну, и собеседование вот в эти мысли? Это немного был испорченный телефон. Ну, знаешь, как всегда работаю с рекрутером. Я звоню ему или он звонит мне, потом он уже контактирует с хайр-менеджером компании. Долго было, потому что это был конец лета, по-моему, как раз, и все с отпусков возвращались как-то так. Это заняло где-то месяца-полтора. Как вообще сам процесс был устроен? То есть вот звонки рекрутов. Ну, наконец-таки там ты пообщался с HR-ом. А потом как было? Вот просто у меня еще ни разу не было героя, который работал бы не в IT-компании, он был из банковской сферы, но у тебя все-таки компания ритейл, да? Да, ну, это было быстрее, чем в IT-компанию вообще, потому что это было только, было одно интервью. Я пришел, я разговаривал с их главным рекрутером, наверное, полчаса, а потом это уже было сразу техническое. А на техническом что спрашивали? Тебя спрашивали по технологиям или ты там решал гореть? Да, ну, мне очень повезло, потому что все, что они спрашивали, я с этим всем работал еще в Украине на проекте. А найти такое сочетание, в принципе, от тех технологий на то время было сложно. Это очень узкая специализация по фреймворкам, и поэтому не очень удивились, что нашли человека, у которого там два года, в принципе, уже опыта работы с этими технологиями есть. Ты вышел на работу. Сколько ты проработал в этой компании? Полтора года. Это было в Нью-Йорке? Да, да. Ага, полтора года. А как был устроен рабочий процесс вот в такой компании для программиста? Ну, мне вообще немножко было сложно, потому что весь главный офис был в Сан-Франциско. И, в принципе, все решения принимались там, и было немножко, ну, я не знаю, как объяснить, но такое чувство, что ты ничего не можешь принять важного в плане решений, и каждый раз ты там должен писать e-mail там, а мы хотим сделать то, а можно ли? Вот разрешение надо было все время спрашивать. А как ты в итоге оказался в Сан-Франциско, ну, в долине? После Bloomingdale's я работал, такая компания Ladders. Они, это платформа для поиска работы. Там я недолго проработал, наверное, месяцев пять. Потом я уже начал интенсивно искать работу. Я создал профайл, есть такой хороший ресурс Indeed Prime. Там, где не ты, в принципе, ищешь работодателя, а работодатели видят твой профайл, и они уже с тобой напрямую связываются. Если бы сейчас ты менял работу, вот кроме Tesla, куда бы ты отправил свое резюме? Я, честно говоря, немного колеблюсь здесь сказать, или это будет стартап, или это будет другой гигант IT. Не знаю, просто в стартапах нет опыта работы. Наверное, хотел бы там попробовать, если брать какие-то большие компании, тогда Google. А если бы это был стартап, то есть ли у тебя какие-нибудь пожелания относительно области, в которой, ну, чем этот стартап должен заниматься, чтобы тебе было интересно там работать? Я думаю, области. Что угодно, кроме финансов. Финансовая сторона мне уже... Ты чуть не стал бухгалтером, это значит. Ну, и в Нью-Йорке весь стартап, когда ты считаешь требования, это все. Финанс, 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 финанс. Да. Насколько много времени твоего уходит на изучение чего-то? И тратишь ли ты это время, ну, там, в рабочее время, или это твое личное время? Ну, сейчас, потому что пришлось немножко изменить специализацию и перейти в UX, более спрограммирование. Да, это занимает много времени, но я думаю, я это делаю в рабочее время, где-то 2 часа в день, а все остальное по выходным. А в UX, ты какие ресурсы используешь для изучения вот сейчас? О, сейчас я подписан, по-моему, это Udacity. Там целый курс тренинга есть, такой от Basic, там, по цветам и так далее, более уже таких Advanced. Ну, то есть ты используешь такие известные ресурсы. Да, да. Если бы, ну, вообще, в целом, ты работал все время в JavaScript, да? Насколько ты считаешь, он легкий для входа в профессию? Вот мне часто спрашивают мои подписчики, с чего начать? Еще люди там, не программисты, бывает, даже школьники пишут, да? Вот можешь ли ты посоветовать JavaScript как язык программирования для вхождения вообще в профессию? Насколько он легкий? Я думаю, да. В принципе, мне есть чем сравнивать. Я начинал с C, потом там C++, .NET, и среди всех языков JavaScript показался наиболее простым. Ну, сейчас там, конечно, уже вышла его другая версия, он уже немножко усовершенствован, более по Java его подогнали. Но мне кажется, не должно быть сложно его выучить. И тем более, зная JavaScript, ты уже можешь и свой сервер написать, и всю фронт-энд часть, поэтому ты универсальный программист в неком роде. Ты пожил в Нью-Йорке и здесь, в Долине. Давай сравним, ну, вот просто как с точки зрения жизни, work and life balance, вот эти две, Нью-Йорк и Долина. Долина, однозначно. Ну, расскажи, почему ты не сделал. Мне это очень часто спрашивают. Я говорю, наверное, если бы у меня было 10 возможностей вернуться в Нью-Йорк, я бы ни одну не использовал. Этот город, знаешь, кто так хорошо написал. Он очень тебя ласково принимает, обнимает, а потом пережевывает и выплевывает. Вот ты себя так чувствуешь. Во-первых, этот, я не знаю, ритм жизни, все время спешишь. Метро, не знаю, эти серые, каждое серое утро ты залазишь в метро, куча людей, тебя все толкают. Уже с понедельника с утра ты реально злой на все человечество и на всю планету. Ну, и вторая проблема – это рент. Он дорогой, здесь он тоже недешевый, но здесь у тебя намного уютнее условия жизни. И, в принципе, там в большинство комплексов у тебя здесь есть бассейн, там, стиралка. В Нью-Йорке этого нету, и ты живешь там на квадратном метре, грубо говоря. Интересно. Вот так вот. А я, кстати, подумала о том, чтобы обратно в Нью-Йорк переехать. А что именно нравится тебе вот здесь, например? Ну, понятно, что здесь много работы, много людей, которые окружают тебя, которые в том числе тебя мотивируют к развитию. Но помимо этого, что тебе здесь нравится? Ну, специфический такой способ жизни – это на машине, знаешь. После Нью-Йорка это, конечно, сложно. Даже в магазин на машине. Это вроде и минус, но в то же время, там, я не знаю, час езды, и ты вул океана. Потом здесь горы недалеко, лыжи. В принципе, Калифорния, чем она привлекательна? Здесь есть все для жизни. Да. Спасибо за интересные ответы. И напоследок, по традиции, дай какие-то советы людям, которые хотят переехать в Америку и хотят, ну, строиться в американскую компанию. Во-первых, стоит ли это делать, вот на твой взгляд? Да, это стоит. Попытка, не пытка. И пробовать нужно много. У меня, когда товарищ искал работу, я спросил, а сколько ты отправил резюме? Он такой, ну, штук 12. Я говорю, а нужно 60, 70. Из этого, если половина хотя бы ответит, и ты там придешь на 3-4 онсайт собеседований, это будет хорошо. Потому что здесь рынок такой, он требовательный. Что касается поиска работы, я бы, наверное, не работал с рекрут-агентствами. У меня лично мой опыт, я потратил кучу времени, и безрезультатно я был разочарован, в принципе, в профессиональности тех людей. Самому искать очень легко, это Indeed, это Hired. В принципе, две огромные платформы, и если у тебя хороший бэкграунд, ты все заполнил в своем профайле, я думаю, будет большое количество реквестов от работодателей. То есть самому, да? Да, самому это сложно, ничего платить не нужно сейчас абсолютно. А твои впечатления, вот ты в Америке был до этого как? А, ну ты был по Open Travel? Да, да, как студент. Ну даже если вот тот момент вспомнить. Насколько в твоих представлениях Америка была такой же, какой ты ее увидел? Вообще не было. А что было другого? Ну, путать туризм и миграцию, знаешь, не стоит все время. Тогда я даже в Нью-Йорке пожил два года, я ходил просто в розовых очках, мне все нравилось. А потом, после первого месяца уже жизни постоянной, ты видишь все уже недостатки города. Поэтому совсем другое представление. И часто люди там спрашивают даже, вот, грин-карта, ты приезжаешь, тебе работу дают. Я сразу говорю, нет, опуститесь на землю. Здесь не так сладко. Здесь есть момент разочарования, когда тебе ничего не хочется, ты хочешь все бросить, вернуться домой. Ну а потом, после этого определенного этапа, тебе все уже начинает немножко нравиться, ты привыкаешь. И со временем, вот как сейчас, да, я здесь реально наслаждаюсь уже жизнью. Здорово. Я желаю тебе и дальше продолжать наслаждаться. И покорять все новые горизонты. А на этом у нас все. Я думаю, что заглянешь в комментарии, если вы ребята... Да, да, обязательно отпишу, что будет интересовать. Святослав как раз таки говорил, что когда он переезжал, ему не хватало информации по поиску работы. И поэтому он, собственно, и согласился дать интервью, чтобы помочь вам в реализации своих планов. За что ему спасибо. Тебе спасибо. Ну а вам спасибо за то, что вы досмотрели это видео. На этом все. Всем пока. Расскажи о вашем общении во время собеседований. Это было долго и стрессово. Горят сроки, такого нет. Сроки, они во всех компаниях всегда горят. Все нужно сделать быстро и на вчера. Использую я JavaScript. Я с бэкэндом не работаю. А какие бенефиты дает Tesla тебе, как фуллтайм программисту? Акции компании. Что составляет твой рабочий день? Я иногда стараюсь просто где-то спрятаться. Я, наверное, самый счастливый девайлопер. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!